2024 настал, поэтому я решил поделиться с вами расписанием официальных мероприятий, которые пройдут в Steam в первые месяцы следующего года. Как нам всем известно, Valve проводит 4 раз в год крупные сезонные распродажи. Но помимо этих крупных распродаж, игроков ждут также 6 фестивалей в различной направленности. В основном они посвящены играм определенной тематики. Выбирайте, в каких из них вы хотели бы принять участие и распределяйте свои средства так, чтобы хватило на все или на все. А перед тем, как я начну, я хочу напомнить вам, что по ссылкам в описании вы найдете магазины, в которых игры уже дешевле, чем в Steam, и приобретать их можно, не дожидаясь распродаж. Также предусмотрена функция пополнения Steam, вдруг пригодится. Ну а теперь, не дожидаясь распродаж, переходим к теме видео. Фестиваль катаклизма и экономики посвящен играм про старые добрые деньги. Конечно, в них могут быть и другие показатели успеха, но в основном акцент все равно сделан на том, чтобы срубить деньжат в небезызвестной экономической системе под названием капитализм. Данное мероприятие пройдет с 8 января по 15 января и будет включать в себя распродажу, а также разделы для готовившихся к выходу игр и игр с демоверсиями и не только. Фестиваль «Пираты против ниндзя» – веселое и захватывающее событие, которое происходит во время распродажи. На этом фестивале игроки разделены на две команды – команду пиратов и команду ниндзя. Они соревнуются друг с другом в различных игровых активностях, чтобы определить, кто лучше – пираты или все же ниндзя. Во время фестиваля можно принимать участие в соревнованиях, получать скидки и бонусы на игры, а также получать эксклюзивные предметы и награды. Это отличный способ провести время и насладиться игровым сообществом Стима. Данное мероприятие пройдет с 22 по 29 января. Фестиваль «Играм быть» – это специальное событие, которое проходит во время главной распродажи игр на платформе Steam. Этот фестиваль создан для поклонников видеоигр и предлагает уникальные возможности и преимущества для геймеров. Во время фестиваля игроки могут участвовать в конкурсах, посещать панели дискуссий с разработчиками, а также эксклюзивно получать доступ к демоверсиям будущих игр. Фестиваль «Играм быть» является отличной возможностью для геймеров открыть для себя новые игры, получить лучшие предложения и просто насладиться игровой атмосферой вместе с сообществом. Данное мероприятие пройдет с 5 по 12 февраля. Remote Play Together – это функция в игровой платформе Steam, которая позволяет играть в многопользовательские игры с друзьями через интернет. Во время распродажи в Steam, когда множество игр доступно со скидками, Remote Play Together предоставляет отличную возможность играть в эти игры с друзьями по всему миру, даже если вы находитесь в разных местах. Это помогает создать уникальное и интерактивное игровое взаимодействие, что делает распродажу в Steam еще более привлекательной для игроков. И данное мероприятие пройдет с 12 по 19 февраля. Фестиваль «Динозавры против роботов» – это онлайн мероприятие, которое проводится в рамках распродажи игр на платформе Steam. Во время фестиваля предоставлены игры и контент, связанный с динозаврами и роботами. Участники могут привести игры со скидками, получить эксклюзивные предметы и дополнительный контент, связанный с тематикой динозавров и роботов. В рамках фестиваля также могут быть организованы различные мероприятия, такие как конкурсы, турниры или стримы с участием известных игровых стримеров или разработчиков. Фестиваль «Динозавры против роботов» предлагает уникальную возможность погрузиться в захватывающий мир, где древние существа и передовые технологии сойдутся в эпической битве. Пройдет все это с 26 февраля по 4 марта. Весенняя распродажа в Стиме – это ежегодное событие, которое предлагает геймерам множество выгодных предложений на различные игры и дополнения. Во время распродажи цены на игры значительно снижают, что позволяет игрокам пополнить свою игровую библиотеку по более доступным ценам. Весенняя распродажа в Стиме также сопровождается специальными акциями, где игроки могут выиграть призы и получить бонусные предметы. Это время, когда множество игроков с нетерпением ждут, чтобы добавить новые игры в свою коллекцию. И все это можно будет сделать с 14 по 21 марта. Фестиваль построения колод при распродаже в Стиме. Это событие организовано в онлайн магазине Стим, где игроки могут приобрести колоды для различных карточных игр по сниженным ценам. В течение фестиваля предлагают сотни колод разных тематик и стилей игры. Участники могут наслаждаться выбором из множества колод, ловить выгодные предложения и общаться с другими игроками. Фестиваль построения колод это отличная возможность для фанатов карточных игр пополнить свою коллекцию и разнообразить свой игровой опыт. Все это можно будет сделать с 25 марта по 1 апреля. Фестиваль шутеров от первого лица. В рамках фестиваля предлагается широкий выбор шутеров от первого лица различных жанров и тематик. Игроки могут приобрести игры по сниженным ценам и наслаждаться захватывающими приключениями, напряженной стрельбой и уникальным геймплеем. Фестиваль шутеров станет отличным мероприятелем для всех любителей данного жанра, а также откроет возможность попробовать новые игры и открыть для себя новые миры. Сделать это сможете с 15 по 22 апреля. Фестиваль фермерства. Знакомец с самыми популярными играми в жанре фермерства и позволяет купить их по выгодной цене. В течение нескольких дней во время фестиваля в магазине Steam предлагаются скидки на известные фермерские симуляторы, такие как Farming Simulator. Участники фестиваля могут попробовать демо-версии игр, посмотреть обзоры и активно обсуждать свои любимые фермерские игры на форумах Steam. Это мероприятие очень популярно среди фанатов фермерских симуляторов и предоставляет им грандиозную возможность расширить свою коллекцию, не переплачивая. Данное мероприятие пройдет с 29 апреля по 6 мая. Фестиваль бесконечной реиграбельности. На этом фестивале игроки могут привести игры с большой реиграбельностью по очень выгодным ценам. Реиграбельность означает возможность играть в игру снова и снова, каждый раз открывая новые возможности и непредсказуемые ситуации. Открытые миры, сложные задачи, разветвленные сюжеты и разнообразие персонажей делают эти игры уникальными и захватывающими. Если вы ищете игру, которую можно будет играть много раз, не теряя интереса, не пропустите фестиваль бесконечной реиграбельности в Steam с 13 по 20 мая. Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире отправляет в увлекательные приключения, где каждый шаг это вызов, а каждое творческое решение может стать ключом к вашему выживанию. На этом фестивале вы обнаружите глубокие скидки на самые передовые инструменты выживания, оружие и средства передвижения. Погрузитесь в крафтинг новых миров и создайте свою собственную историю выживания. От коварных зверей до загадочных ландшафтов. Этот фестиваль предлагает неповторимые вызовы и уникальные возможности с 27 мая по 3 июня. Фестиваль «Играм быть» представляет собой многодневный праздник, во время которого игроки могут попробовать демо-версии игр, общаться с разработчиками, смотреть трансляции и узнавать об играх, которые выйдут в Steam. Для разработчиков это возможность получить ранние отзывы от игроков и собрать аудиторию для будущего выпуска. Фестиваль пройдет с 10 по 17 июня. Ну и наконец, летняя распродажа пройдет с 27 июня по 11 июля 2024 года. В ее рамках издатели сделают скидки на тысячи игр и дополнений. В ходе распродажи Valve будет ежедневно выдавать пользователям бесплатные стикеры. Но на этот раз компания Valve не станет запускать никаких специальных активностей, приуроченных к акции. Стоит отметить, что помимо скидок, каждое событие в Steam позволит исследовать множество демо-версий и тематических разделов. Разумеется, на этом мероприятия Valve в 2024 году не заканчиваются. Однако, пока они не анонсированы. Но как бы Гейб и его компашка Valve не старались все эти данные сделать конфиденциальными, геймеры уже давно научились предугадывать снижение цен. График планируется заранее, чаще всего он схож с расписанием предыдущих лет. Поэтому запросто можно предугадать приблизительные даты и еще не анонсированных распродаж. Давайте быстро по ним пробежимся. Фестиваль стелса пройдет с 22 по 29 июля. Затем следует фестиваль визуальных новелл. Длится всего неделю, где-то с 5 по 12 августа. Дальше фестиваль стратегий. Это мероприятие пройдет с 26 августа по 2 сентября. Потом фестиваль шутер-мапов с 23 по 30 сентября. Затем снова недельный фестиваль Играм Быть с 7 по 14 октября. И как по традиции, после недельного фестиваля Играм Быть проходит осенняя распродажа, которая делится на 2 кратковременные распродажи. Такие как Хэллоуинская, которая пройдет с 24 по 31 октября. И Черная Пятница, которая в свою очередь будет проходить с 26 ноября по 3 декабря. Ну а дальше снова здорово. Рождественская распродажа с конца 24, которая закончится уже в 25 году. Надеюсь, что вы найдете для себя множество интересных игр на этих распродажах и сэкономите немало денег. Не забудьте оставить свои комментарии ниже, рассказав всем тем, кто их прочитает, о ваших покупках и впечатлениях от скидок. Также не забудьте влепить лайк этому видео и поделиться ним со своими друзьями. Спасибо, что были со мной все это время. До новых встреч на моем канале. Приятных покупок и веселой игры.